Привет, с вами Чихонец. Вот стартовала долгожданная компания World Order на Kickstarter. Мировой порядок это вторая игра от издателя Гегемонии. Я не делал подробный обзор Гегемонии, но коротко рассказал о своих впечатлениях прошлогодним итогом видео. На принципе не скажу, что я очень много играл в нее, 6 раз пока. Но обычно это были партии с яркими впечатлениями. И хорошо иметь за столом игроков, у которых есть опыт этой игры. Ну конечно от новой игры World Order не стоит ожидать Гегемонию версии 2. Но все равно какие-то схожести конечно наблюдаются. В этом видео я расскажу коротко о том, о чем сама игра и что я от нее ожидаю. В отличие от Гегемонии, где симулируются экономические процессы, В этой игре мы попадаем примерно в 2010 год, чтобы повлиять на разные процессы в мире, играя за США, Китай, Евросоюз или Россию. Глядя на нынешние события, выбор темы конечно спорный, но посмотрим сперва, какие игровые механики представлены в данной игре. Ну конечно мы играем определенное количество раундов, а точнее 6 раундов, стараемся распространять наше влияние с помощью контроля на территориями, а новые карты мы получаем кладостроительным образом. Вызуально напоминает Гегемонию и выглядит довольно абстрактно, но в то же время оно функционально, и контроль будем изображать кубиками, как в старых добрых временах, например, в игре Элгранда. Элгранда я упомянул не просто так, так как тут тоже, как и в Элгранде, после определенного количества раундов, в этом случае после 3-6 раунда, игроки получают победные очки из-за влияния в разных регионах. Но, конечно, игроки получают победные очки и тоже другими способами, будут учитываться их союзники, деньги, вооружение, от благосостояния стран, много что зависит и так далее. Но игрокам также надо быть осторожным, чтобы они не потеряли победные очки, из-за того, что они не доминируют в конкретных регионах, например. Типичный раунд мирового порядка тоже похож на Гегемонию. Игрок в начале раунда получает 6 карт. Изначально колода игрока состоит из 12 карт. Из них он будет разыгрывать 4. Оставшиеся карты можно использовать для приобретения новых карт, которые, конечно, будут не базовых, то есть стартовых карт. Как видно, критически важно выбрать, что вы будете приобретать в первых 2-3 раундах. Новые карты ставятся наверху у колоды, так что вы их получите уже в следующем раунде. Также на всякий случай игрок перед игрой получает 2 специальные карты действия, которые могут достаточно сильно повлиять на игру. Но что-то похожее есть, например, в игре Наркус, где каждый игрок имеет какие-то уникальные способности. Что касается действий, то всего есть 4 вида действий. Есть действия экономического характера, есть внутренние дела, есть дипломатия, есть военные дела. Но насколько можно понять из доступной информации, все действия довольно тесно связаны друг с другом. Но подождем до официальных правил, и тогда можно будет точнее судить о них. Но в целом, как вы видите, игровой процесс довольно простой. Но, как часто это бывает, в таких играх очень много что зависит от разных нюансов, которых тоже надо учитывать. Но мне пока трудно судить, насколько асимметричной является игра. Но каждая страна будет акцентировать то, что она лучше всего умеет. Например, китайцы будут влиять экономическими способами и так далее. Что касается самой компании, то она стартовала довольно мощно. За первые дни собрали почти полмиллиона долларов. Я поддержал за 70 евро, то есть буду приобретать базовую игру, плюс еще дополнение с историческими событиями. Похоже, дополнение, кстати, было в гегемонии. И тоже, наверное, дополнительно возьму коробку с фигурками. Там есть танчики, Абранс, Леопарда и Армат. И также есть разные другие плюшки. Также надо отметить, что достигнуты уже многие кикстатерские цели. Мне кажется, что издатель поначалу не ожидал, что так быстро будет расти поддержка игры. Но я бы особенно отметил дополнительные специальные карты действия, а также новые мини-дополнения, которые предлагают новые цели для каждой стороны. Ну, может быть, в конце кампании я подытожу, достигнуты во время кампании. В начале этого года я тоже обозревал игру Визиндос Фольк. Ее дополнение 2 плюс 2. И там, похоже, игровой процесс. Тоже в том, разыгрывайте карты и применяйте их эффекты. Но там акцент делался на конкретное десятилетие. И тоже была разница, играете вы за одну из Германии или за одну из сверхдержав. Но Визиндос Фольк тоже довольно асимметрична. И каждая страна там тоже преследует свои цели. Но все равно она должна считаться другими игроками. Жаль, что Визиндос Фольк недостаточно оцененная игра, которой трудно конкурировать с другими, более крутыми, ну, в плане оформления играми. Так что напишите, заинтересовала ли вас игра Мировой Порядок. Если да, то что вы от нее ожидаете. На этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в другой раз. Субтитры создавал DimaTorzok